Всем привет! Сегодня мы приготовим простой, очень вкусный, слоеный салат. Называется салат Кремлевский. Для его приготовления нам понадобится пекинская капуста, рис, отваренный до готовности в подсоленной воде, отваренные вкрутую яйца, филе красной рыбы подойдет как соленая, так и копченая рыбка. Выбирайте на свой вкус. Красная икра, сметана, майонез, соль и черный молотый перец. Приготовить такой салат совсем не сложно. Для начала подготовим все продукты. У пекинской капусты отрезаем кочерыжку, разрезаем кочан пополам, и теперь капусту миленько шинкуем. Нарезанную капусту складываем в глубокую посуду, солим ее и перчим по вкусу. И теперь капусту нежненько-нижненько помнем. Капусту отставим пока в сторону, пусть она просаливается, а мы займемся подготовкой остальных продуктов. очищенную от шкуры рыбку нарезаем кусочками. яйца трем на крупной терке. В глубокой тарелочке смешиваем майонез и сметану. Все продукты подготовили, осталось только собрать салат. Салат можно собирать в глубоком салатнике, выкладывая все продукты слоями. А можно воспользоваться разъемным кольцом от формочки для выпечки, для формирования салата. Все продукты визуально делим пополам и выкладываем их слоями. Первый слой у нас это капуста. Каждый слой продуктов покрываем сеточкой из смеси сметаны и майонеза. Вторым слоем у нас идет рис. Пекута ниточку. Сальата ниточка ниточка, ноябина, ниточка, заставв, ниточку, ниточку, ниточку. Погребану, ниточка, ниточка, ниточка. Итак, На рис выкладываем слой рыбки. Сверху на рыбу выкладываем слой из яиц. И теперь слои повторяем капуста, рис, рыбка и яйца. После того, как выложим все слои продуктов, салат слегка уплотняем. Покрываем его в очередной раз сеточкой сметаны и выравниваем слой верхнего майонеза со сметаной. Последним слоем выкладываем красную икру. С формовкой салата управились, теперь отправляем его в холодильник минут на 15-20 для того, чтобы салат настоялся и соединились все вкусы. Минут через 15, когда салат настоится, аккуратненько освобождаем его от кольца. Салат готов, можно подавать его к столу. Я надеюсь, что вам понравится кремлевский салат, приготовленный по этому рецепту. А у меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока! Продолжение следует...